Ребята, привет! Если вы меня сейчас видите, значит вы подумали, Маша, какого ж ты черта сидишь у себя посреди зала в самых красивых сапожках? Да потому что у нас спецвыпуск! Так получилось, что в нашей прошлой программе мы сняли рубрику «Оскар» со всеми платьями, со всех дорожек, с автопати, с золотой малиной, с прекрасной соведущей. Но он получился настолько объемным, шикарным, полноценным, самодостаточным, что мы решили выпустить его в отдельный спешл, в отдельный выпуск. У нас в гостях кинокритик, киновед, человек, который, помимо того, что сама по себе светская львица, светская дама, неоднократно блистала на красных дорожках в красивых нарядах, еще и прекрасно разбирается в этом вопросе Катерина Мцутуридзе. Я очень хотела к вам в этот эфир, ты знаешь. Я ваша фанатка, ребят. Я ваша. Уважаемые люди. Я ваша. Yes. Ну что, начнем, пожалуй, Оскар. Оскар. Ой, сейчас я все скажу, наконец-то, наболела. Я же всю ночь стримила, ты, небось, пропустила все и спала. Телеграм-канал. В моем канале Кейт Бланш, но надо сказать, что у меня опыт большой, я 6 лет в прямом эфире первого канала комментировала. Но я хочу тебе сказать, что когда ты комментируешь, что у тебя гости, вот ты сама знаешь, это как бы одно. Когда ты пишешь в моменте, это в два раза сложнее просто, потому что ты еще должна написать, успеть фотографию раздобыть, сфоткать, положить, ну это все. 65 постов. Представляете, как на самом деле нужно вести телеграм-канал, а не то, что я перепошиваю у других людей. Но я тоже не каждый день 65, это только Оскаровская ночь. Ну давай же мы еще раз вернемся в тот момент, посмотрим, что было, что будет, чем сердце успокоится. Ребята, в самом разгаре весна, а это значит, что сезон отпусков не за горами. Ну а если вы по-прежнему не можете определиться, куда же все-таки отправиться в путешествие, у меня для вас есть классное решение. Совсем недавно наш любимый Яндекс запустил мобильное приложение, которое так и называется Яндекс.Путешествие. В одном месте собрано все, что нужно для отличной поездки по всему миру. Поиск отелей, авиабилетов, оплата российскими банковскими картами, удобная поддержка 24 на 7, выгодные скидки и кэшбэк баллами плюса. В общем, очень удобно. Но и это еще не все, Яндекс придумал классную фичу, которая поможет определиться с направлением путешествия именно вам. Для этого нужно зайти в приложение, нажать на запрос «Пора в отпуск» и сделать селфи. Буквально каких-то пару секунд и волшебный рандом уже выдаст вам потрясающий результат. Мне приложение предлагает отправиться на Эльбрус на целых две недели и еще обещает промокод 10%, если я поделюсь этой радостью с друзьями. Ну, в общем, такой совет мне явно подходит, ну а чтобы ваше путешествие было не только приятным, но и выгодным, естественно, есть промокод. Промокод Минагарова 10, вы получите скидку в 10% на одно бронирование. Все подробности и ссылка на приложение есть в описании, ну а вы скачивайте приложение уже сейчас и мечтайте об отпуске уже с этой минуты. Я, кстати, не знаю, откуда этот звук, он тут всегда со мной. Да, ты можешь не искать, я весь дом уже обследовала. Начинаем мы с потрясающей премии, и это не Оскар, золотая малинка. За день до основного действа происходит премия, в которой награждают людей за самые худшие достижения в киноиндустрии. Ты эту премию смотрела? Ну, это ужасно на самом деле, потому что она самая ангажированная, самая ужасная премия, потому что вот люди старались, делали, там у кого-то лучше получилось, у кого-то хуже. Они не берут реально худшие фильмы, которых сотни, они берут из лучших наименее продвигаемые. Поскольку блондинкой не занимался никто, поскольку это компания Брэда Питта, и он с Диди Гарднер, вот они совладельцы, у них такая тема, что они не продвигают фильмы. Вот они приехали, показали в Венеции, и ноль пиара. Да, они говорят, нам пофиг, мы сняли фильм, нам надо, чтобы все оценили фильм. Мы не будем тратиться на маркетинг, мы не хотим, и они в чем-то правы. Поэтому они провалили все лучшие свои фильмы, и они попали, загремели в «Золотую малину». Это абсолютно нечестно, так же, как и Элвис, ну это просто, я считаю, за гранью. База Лурмана тоже отправили. Лучший фильм База Лурмана, я считаю. Правда? Я, на мой взгляд, абсолютно лучший фильм. Я знаю, что многие твои зрители, фолловеры тоже согласны со мной. Я не согласна. Так, ты не согласна? Я согласна. До свидания. Я согласна. Останьтесь, пожалуйста, друзья. Согласна, База, ты лучшая. Первый вопрос, который мимо тебя. А ты видела Брэда Питта в жизни? Ну, конечно, я делала с ним три интервью, так, на минуточку. Ну, конечно. И даже не удержалась, и я очень редко делала фотографии для инстаграма, но с ним я это сделала. Ну, а как? Так, друзья, обсуждаем Оскар с человеком, который дружит уже с Брэда Питта. Ну, меня, меня, я вот не люблю вот эти фамилия подруга Брэда Питта. Это фамилиярность, не наш луч. Как круто. Ну, что ж, пройдем по номинациям. Худший фильм года, как мы уже упомянули, блондинка. Это ужасно, ну, это просто свинство. Фильм, безусловно, потрясающей красоты. И красоты, и стиля, и актриса выдающаяся абсолютно, как она играет эту роль сложнейшую. И смонтирована хорошо, и режиссер один из лучших в мире. Я посмотрела этот фильм с большим интересом, естественно, потому что я ждала, когда он выйдет. Он для меня оказался тяжел, грустен, выучен. Ну, что мне делать, если вы не смотрите хорошее кино? Вы смотрите все подряд, что попало, а потом вам это скучно. И вам Кит нравится, некоторым из вас. Вам нравится, блин, фильм Кит, но я вообще не могу об этом говорить. Ну, как бы, если вам нравятся спецэффекты, где человека зажирнили или ухудили, это, это тик-ток, как ты сама сказала. Это вообще не про, вообще не про кино. Ну, знаешь, мне нравится, что ты так высоко ценишь мои киноопознания. Вот сериал Ронетки, да. Ронетки прекрасный сериал. В отличие от фильма Кит или там все сразу и везде? Худший режиссер Машинган Келли, а тут я рада, я ненавижу Машингана Келли. Ну, тут не могу с тобой вообще не спорить, я даже не хочу это комментировать. Поняли. Худший актер, мой любимый друг Джаред Лето, который буквально позавчера... Ну, Джаред Лето, в принципе, не актер, это тоже странная тема. Его вообще куда-то номинировать, даже на малину, это, в принципе, ужасно, потому что там есть Том Хэнкс, который выдающийся актер. Да, в лажовой роли в фильме Элвис, ну, безусловно, это странный выбор, но бывает. Но почему Джаред Лето, который вообще не актер, куда-то попадает? Для меня это вообще, конечно, просто. Джаред, не слушай, это мой самый лучший друг, он недавно выложил меня в свои сторис, все очень радовались, я тоже Джаред. Спасибо, что он пропиарил себя, у него, значит, хороший вкус хотя бы, это его единственное достоинство. Вот, ну, слушай, я очень согласна, согласна. Прекрасное обсуждение. Худший актер второго плана, Том Хэнкс, фильм Элвис. Ну, я не буду тут спорить, конечно, было масса других худших, например, половина актера, быть, все сразу, которые получили Оскары, но с другой стороны, ну, Хэнкс и Хэнкс, он, в принципе, не играть там хорошо, поэтому... Катя, ты просто режешь без ножа, ляп сразу. Слушай, я имею право. Класс. Я хочу тебе сказать, что просто я видела все, что было на Оскаре гораздо шире, то, что они выбросили, чтобы этих номинантов сделать номинантами. Я знаю все лучшие фильмы, которые были в течение года в Венеции, в Кане, я была на всех премьерах, вот эти все фильмы оказались за бортом. Понимаешь? Понимаешь? И мне, конечно, это обидно. Все, понимаю. У меня сейчас лицо тресет на подовольстве. А сейчас я смотрю, я думаю, Катя, сходи на премию «Золотой орел», думаю, у тебя нет. Друзья, срочная пауза, у меня припадок, честно. Такое блаженство, нет, я в восторге. И у меня просто сейчас реально улыбка порвется на лице. Запударимся немножко. Давай. Ой, мы знакомы с Брэдом Питом, выходит через одну рунку. Слушай, я, правда, реально три интервью сделала. Они в этом же составе, и режиссер блондинки снимал вообще гениальный фильм. Называется «Убийство Джесси Джейбса коварным Робертом Фордом». Это просто, ну, лучшая его роль Брэда, он там еще играет. И этот Эндрю Домини, которого обосрали сейчас все, это просто лучший режиссер один из. Просто они его не любят, у него там есть могущественные противники, назовем это так. И они просто срезают их, и все. Обалдеть, поняла. Ну, как везде. Китти, а у вас вот полное имя как звучит? Никита. О, как прикольно. А, он здесь, а я так смотрю. А я думала, почему-то Константин. Я такая для себя думаю, Китти, Китти, наверное. Можешь себе представить, что у Китти еще прекрасная жена Маша, но я зовут Миша. Миша и Китти. А, Миша и Китти, да. То есть наоборот. Да. Перверсия. Поехали дальше. Ну что, худшая актриса второго плана Адрия Архона. Я изменяюсь, если неправильно. Адрия. Не знаю, актриса. Морбиус. В фильме «Морбиус» она сыграла плохо. В общем, они с моим другом Джаредом вдвоем... Отличились. Мощно, да. Мощно отличились. А ты как с ним задружилась, кстати? С Джаредом? Мы друзья бренда Гуччи. А, окей. Мы виделись много раз на разных мероприятиях. То есть у бренда Гуччи есть хороший выбор, ты и есть провалы. Поняла. Джаред, просто не смотри. Ты себе перелистай, там дальше будет про другого. А он смотрит, да? Худший ремейк, сиквел или рип-офф, это «Пиноккио» режиссера Роберта Замекиса. Ну, плохо было. Плохо? Да. Ну, опять же, это не худшее. Ну, Замекис не может быть худшим. Ты понимаешь, они сливают просто те фильмы, которые были вот как-то, знаешь, на виду. А мне интересно твое мнение по поводу фильма о Дом Гуччи. Ужасно. Это просто... А что такое там уже мнение вообще будет? Это вообще самое страшное, что было за тот год. Но вот с другой стороны, казалось бы, такой режиссер, такой известный. И, кстати, Джаред Лето там не худший. Надо сказать. Там значительно хуже главные герои, конечно же, Леди Каага. Это же просто катастрофа. Леди-тетя. И последнее, значит, худшее экранное комбо, это Том Хэнкс и его латексное лицо в фильме «Эллис». Ну, это окей, это я не против, ради бога. Ну, все, значит, с худшими мы разобрались вот с этими данными, проснувшись на следующий день официально. Знаете, иногда бывает такой вайб, что хочется собраться дома с друзьями, как-то уютно посидеть. Но этого практически никогда не случается, потому что все заняты, у всех графики, ритмы, работы. Но в редких случаях единения, когда мы собираемся вместе, конечно же, мы заказываем какие-то снеки, фрукты, да, напитки. Ну и, конечно, приятно, когда продукты получается заказать выгодно. Как вы знаете, я часто заказываю вкусности из самоката, но теперь это можно сделать через приложение Сбермаркет. Зачем? Рассказываю. Сбермаркет – это сервис доставки из любимых магазинов. Там можно заказать продукты, лекарства, косметику и многое другое. Доставка абсолютно бесплатная, но и главная фишка – покупки можно оплатить до 99%. Бонус МСБР, спасибо! Ого, уже пришли? Или уже даже здесь? Ну и самое главное, что если у моих друзей разыграется таки аппетит, то мы легко сможем заказать еще. Плюс ассортимент настолько большой, что и выбирать будем только полвечера. Кстати говоря, через месяц уже будет май, а это что значит шашлыки, пикники, прогулки на свежем воздухе? Уже представляю, как заказываю с самоката в Сбермаркете различные сладости, фрукты, ну все эти вкусы мои любимые, и даже тематические украшения. С возможностью оплатить все бонусами Сберспасибо, я буду устраивать пикники каждые выходные. Конечно, вы томитесь в ожидании, что же я назаказывала, ну, лимонад, свежие фрукты, чипсики, шоколадный батончик с печеньем, шоколадный батончик кокосовый, шоколадку попробую. В общем, собирайтесь с друзьями чаще и не переживайте о тратах. Если вы все еще думаете, стоит ли вам пользоваться Сбермаркетом, то вот вам еще одно преимущество. Цены там ниже, чем в магазинах. Заказывайте товары на все случаи жизни, оплачивайте бонусами Сберспасибо и чаще проводите время с близкими. Ну и естественно, по промокоду Минагарова вы получите приятную скидку 35% при первом заказе из самоката через Сбермаркет. Бегом за вкусными покупками. Прямо эффектно сесть, чтобы не было что. А мы сейчас переходим как раз-таки к дорожке. Саматов Вивавокс, наш любимый Олег Апсиев, мы передаем тебе большой привет. У нас, значит, все в шелках. Переходим в самое главное, самое интересное кинособытие года. Оскар 2023 и сразу же на дорожку. Ты как человек, который вел стрим. Пасашок. Вступительное слово. Что мы там видели? Дорожка была хорошая, надо сказать. Правда. Вот в отличие от прошлого года, где были рюшики и как-то так было, да? А, ты имеешь в виду общую тенденцию? Они как-то были очень рюшечно-цветочно. Сейчас было очень спокойно и, в принципе, много было красивости. И много страшностей, но красивости было больше. Обратимся же к первоисточнику. Заходим в телеграм-канал нашей прекрасной Екатерины. Кейт Бланш, названный в честь номинантки, собственно говоря. Ты понимаешь, как все совпало? Все совпало, но, как сказать, номинантка, конечно, осталась без Оскара, и это разбило мое сердце. Первый же пост мы открываем, видим, значит, нашу новоиспеченную русалочку. Мне нравится это платье, оно мне напомнило платье, которое было голубое на Люпитиньонка. Помнишь, Прада? Конечно, да. Вот это вот такое какое-то, ну, то было намного круче, но это тоже красиво. Я, честно говоря, сейчас буду тогда ложкой дегтя в бочке меда. Пожалуйста, мы же здесь как бы нет. Нет, я понимаю, что героиня у нас диснеевской франшизы. Я понимаю, что она должна была. Да, в контексте. Да, но это платье выглядит, как будто это из магазинов в Диснейленде на девочек, на принцесс, знаешь. Ну, немножко. Хочу Рапунцель, мама. Так она и, собственно, Рапунцель пришла. Ну, меня очень сильно бесит вот это вот. Слушай, вот ты сейчас увеличила, мне вверх тоже не нравится. Я, честно говоря, не увеличивала, я ночью только смотрела. Вот этот балкончик. Соклассно. Ну, цвет красивый, окей. Я люблю голубые платья в целом. Ну, по нам видно. Во время церемонии награждения Оскар произошел трейлер фильма «Русалочка». Люди очень сильно ждут этот фильм. Почему? «Черная русалочка» это, конечно, раскололо мир на две части. Одни говорят, боже, какое счастье, какая прелесть. Девочки радуются маленькие, что они могут ассоциировать себя с главной героиней. Это, конечно, вообще... Ты видела это видео? Да, да, конечно. Покажем его вновь, потому что это просто душераздирающая история. А с другой стороны, остальные люди, которые... Вы что? Русалочка. Она у нас в норвежских водах белая. Рейка плавает. Почему вообще такое произошло? Все уже люди ненавидят флаундера. Говорят, что флаундер не той породы рыбы. Что вы нарисовали? Вообще, я считаю, что вот эти разговоры насчет света, вероисповедания и прочего-прочего, это уже немножко устаревшее. Потому что уже все случилось, как случилось. Мир не будет уже прежним. И я очень рада, что русалочка может быть разного цвета кожи, и с разными идеями в голове. Главное, что канва сказки Андерсона о том, что мечта и любовь всегда побеждают. Это вот суть этой сказки. Все остальное, там, какого цвета чешуйки на русалке, это, мне кажется, последнее. И также, вот, например, насчет Анны Карениной сейчас тоже идет битва. Почему насчет темнокожей актрисы? Мне кажется, это как-то очень даже неловко. Я соглашаюсь абсолютно. Если это талантливо. Если неталантливо и Джаред Лето, ну, сори. Ты опять прилетела к твоему. Что меня порадовало, что Урсула сыграет Мелисса Маккарти. Она очаровательная. Урсула офигенная. Я думаю, это супер-мэч. Ну, флаундера, да. Ну, надо было его как-то попухлее, что ли. То есть битенькое такое. Пафи, пафи, флаундер. Ну, вот, второе платье, собственно, с которого я хотела начинать, это Кара. И мне очень нравится это. Она вся нравится. Она необычная для нее. Она же вся такая пацанская. Здесь прямо она классик-классик. И очень красивая. Но она выглядит действительно классик. Да, я считаю, что это потрясающий пример красивого, достойного доряда для Оскара. Красное платье считается классикой оскаровской дорожки. В тон дорожки. Но в этом году она цвета шампань резонировала с дорожкой. Но это потрясающе. Зато многие слились с ней, поэтому она удачно была. Что я хочу заметить? Пример идеальных туфелек, идеальных босоножек, у которых нет вот этой вот жуткой танкетки, как у Кары. Сен-Лоран, теперь можно пиарить без того, потому что теперь его нет. Да, это Сен-Лоран, дорогие друзья. Что надела Кара, я не знаю. Но в ее потрясающем, абсолютно идеальном луке, единственное, что меня бесит, это танкетка. Да, я согласна. Итак, следующее у нас. Из мальчиков безупречного Стенбаттлера. Это верх несправедливости. То, что с ним произошло, ему не дали Оскар. Но вот я считаю, что он еще себя покажет и получит не один Оскар. Потому что это выдающийся актер. Но эта роль, конечно, абсолютно шедевральная. И он выглядел потрясающе. Он был, кстати, тоже в Сен-Лоране. Он очень прям такой был стильный, секси. Туфли, обожаю ботинки. Мне так нравится. Вот видишь, у нас все время... Ну, я лаковый не люблю, но здесь все гармонично. Окей, я вообще не спорю, потому что он мне вообще в целом нравится. И вот все нравится, даже вот как он сделал такой гранж легкий. Вообще он просто невероятно крутой. Вот это вот мне очень понравилось, вообще весь образ. Нет слова лук. В этой рубрике у нас отменено слово лук, закринцелено. У нас только... Лук только в плане салата. Да. А тут образы. Образы. Аутфиты? Очень красивое слово. Образы. Давайте вот на модной машиной передаче официально об этом заявлено. Образ просто нереальный. Вот я бы сказала, он вообще может быть один из самых красивых. Актриса из Черной Пантеры, значит, получает все наши возможные сердечки. И дифирамбы. Даная, вы умница. Ну, кому-то повезло за этой прической. Представляешь, сидеть? Мишель Ео. Не, ну мне она... Во-первых, фильм ужасный. Во-вторых, платье какое-то. Платье свадебное, скажем так. С другой стороны, ей там за 60 она очень хорошо выглядит. Ей за 60 лет? Очень хорошо выглядит. Вот Геннеки Калли. Ну, может быть, 59-60, что-то в этом роде. Она очень хорошо выглядит. Просто красотка. Ой. Это кто? Анна де Армас. Ужасно просто. Это я считаю, что вот опять же, вот это вот провал стилиста выли, там не знаю, кто ей помогал. Вообще весь фильм, они все были очень плохо одеты, вся группа Пита. Она очень неправильно была одета и на красную дорожку премьеры. Какое-то розовое платье. Ну, то есть, просто была катастрофа. Ты представляешь Монро, и когда ты играешь такую роль в своей жизни, она играет очень круто, безупречно играет, ты должна опять же прийти все-таки немножко в ее стиле. Я бы на их месте повторила примерно платье Монро, которое вот это легендарное черное платье. А ты знаешь, что это как раз-таки отсылка к платью прозрачному Мерли Монро? Ну, оно не похоже ни разу. Вот ты, видимо, читала где-то, потому что так не вспомнишь. Ты имеешь в виду, которую Кардашьяна порвала на клочья? Да, от лица Анны Д'Арна, что она пыталась повторить вот этот же самый мув, но произошло, что она бледненькая, она прям ложный опенок, знаешь? Во-первых, она должна была быть, ну, как-то вот... Она понимала, что ее вчера номинировали там на Золотую Малину весь этот фильм. Она должна была прийти королевой, а она пришла никакая. Она должна была, как принцесса Диана, платье мести. Она должна была быть в высшей обстановке и показать, что она достойная номинантка. Она одна из пяти, она пришла черт знает что. Она пыталась слиться с фоном, потому что ей было стыдно. Едем дальше у нас. Джессика Честен, да, ну, по-моему, ужасно. Платье вопрос. Сейчас мы посмотрим Джессика, у нас Гуччи, да, я узнаю брата Колю, понимаешь, за 100 шагов. Не идет ей этот контракт с Гуччи? Вот она не гучевская. А кому идет, скажи? Мне. Ну, ты же подвела, какая хитрая. Нам с жаром. И тут не поспорить. Нам с жаром, кстати, идет, да. Вот, я согласна полностью. А у Джессики есть, конечно, совершенно другая красота, благородная. Гуччи это... Она очень красивая, она роскошная просто. Нет, ну, я думаю, что на нее тоже можно что-то выбрать, но это неудачно. Гуччи хорошо смотрится либо на субтильных таких полудраных панках. Да, да, я согласен. Потому что тогда это играет хорошо. А на ней роскошная красота. Хулиганистая должно быть. Да. Она не хулиган, и волосы у нее, знаешь, такой Рита Хейвард, да? Ну, в общем, не то. Итак, переходим к Лене Кравицу, который у нас... Лене Кравицу, это вообще катастрофа, на мой взгляд. Потому что, в принципе, он и поет как бы нудно и ужасно, но вот как он выглядел, ну, скажи мне, что тебе это нравится, я просто окей. Он сомалийский пират. Это, по-моему, ужасно, нет? Ну, во-первых, он всегда так ходит. Он всю жизнь так ходит. Это его повседневная одежда. Да. Он мог бы, например, в этот раз прийти так, на элегантном? Слушай, ну человек себя так чувствует. Он чувствует, что он, как Стас Михайлов, любит крест на груди. Я думаю, что они могли бы дуэтом даже выступить. Я считаю, что это было бы очень даже интересно. Ты представляешь, Стас Михайлов и Лене Кравиц, тур Американ Вомен. Американ Вомен. Закаты и рассвет. Американ Вомен. Я считаю, в этом и есть что-то. Слушай, а можно же накормить нейросеть этими данными и подпребывать совместный трек Лени Кравица? Так, молчи, молчи. Ты сейчас только что выдала просто на миллион. Вообще, никто это не сделал. Все фотки делают, а ты сейчас просто спалила на миллион. Давай мы сделаем это. Давай, это будет наше тайное детище. Смотрите новый клип. Ждите. Лени Кравица, да, и Стаса Михайлова. Кстати говоря, этот клип будет примерно так же ужасен, как этот наряд. Да, тут вообще без вариантов. Что случилось-то, милая? А с прической что случилось? Танкетки, как ты говоришь? Они же платформы. Танкетки и платформы, это она зря. Но я думаю, что она хотела добиться более высокого роста из-за того, что платьица, видимо, длинная. Я не могу понять нижнюю часть. Честно говоря, мне вот так вот нравится. Ну да, да, я тоже согласна. Она такая принцессик. Согласна, да. Реально, ну о чем вы вообще думали? Транспортирован подарить. Да, нет? Ладно, молодец, Флоренс. Ты, конечно, в этом году не расстраивайся сильно. В следующем переоденешься. Ой. Это да, это... Сальмонелла. Боль, боль. Боль. Причем я ее очень люблю как актрису. Я ее обожаю просто. Я тоже с ней делала там интервью 5, не меньше. Вот ничего здесь невозможно и в ее защиту сказать невозможно. У Сальмочки, у нашей тоже какой-то контракт гучевский. И она все время выходит в этих платьях, которые есть. А Флоренс, кстати, Валентина написана. Вот. Я тогда думаю, что Флоренс и Валентина по поестам. Потом у Флоренс какая-то вот кальзедония. Ну, мне кажется, это все-таки единое, прекрасное, целое. Нет, нет, нет. Шорты прям кто-то принес. Шорты кто-то принудил. А вы сейчас смотрите на своих экранах, как весело Сальма Хайт после Оскара угощается какой-то там уже шавармой или каким-то бутером. В общем, все радуются, как она вот в таком вечернем платье вот так повседневно себя ведет. Ужасное платье. Причем у нее второе платье еще хуже было, чем это. Ой, сейчас посмотрим. Ну, сейчас покажу самое страшное. Вот смотрите. Ты помнишь ее выход? Синий вверх. Вот тут полоса. Вот тут маленькая буква Гагуччи и белый тубус. Сальма, ты прям скажи им, ты им скажи, не надо. Да, чем более, что это родственники. Ну, как-то они же могут пойти как-то навстречу, родственница их. Сальму, в общем, мы оставляем в покое до лучших времен. Кейт наша любимая. Кейт красивая и победительная. Кейт в Хайдера Керман, но это красиво. Это красиво, да. Я не могу сказать, что вот это мой любимый стиль в целом, но она любит такое. Она любит немножко театральность в нарядах. У нее часто цветы какие-то такие вручной работы. Шелка она любит, она любит бархат, вот это все. Вообще, конечно, Хайдера Керман удивительный бренд. Мне нравится. Да, да, мне тоже нравится. Но при том, что я бы его носить не хотела. Но вот это красиво очень. И цвет очень красивый. Ну, на самом деле, просто другой совершенно типаж у этого бренда, потому что у них тильда андрогинная, высокая. Кейт, конечно, она и в фильме Тар. Я думаю, что многие твои зрители смотрели, и тут не надо даже ничего говорить. Потому что если вы этот фильм видели... Вот, во-первых, хочется пересматривать этот фильм. Согласись, это же редко. Вот сегодня это очень редко, когда тебе хочется пересматривать фильм. И это ее лучшая роль, абсолютно точно. И опять же, очень несправедливо, что ей не дали. Я была уверена, что все получит все сразу и всегда. И везде. Но что, Кейт дадут носкать, ну... Артист, который сыграл в фильме «Все везде и сразу». Я нервничаю насчет «Все везде и сразу» и начала. Произнес проникновенную речь, где радовался своей американской мечте. Все дело в чем? Он в детстве когда-то уже сыграл в фильме «Индиана Джонс». И вот и вон, ребенок-актер, впереди вся жизнь, блестящая карьера, ожидается у мальчика, и не получилось. И не было. И вся его семья его поддерживала. И он уже и в депрессиях, и в страданиях, и в разочарованиях. И вот уже в таком уже солидном возрасте, да, для начинающего актера. На тебе сразу Оскар. И мы очень сильно за него рады. Катя, нет? Нет, Катя нет. Катя не рада за него, потому что в зале смотрит на все это вот клоунаду, происходящую на сцене великий Спилберг, у которого он снимался. И смотрит, и не понимает, что произошло за эти 30 лет. Куда они зашли вообще? Что это? Как такое вообще могло произойти, думает Стивен. У него было вот именно это лицо, все выражение лица. Потому что Стивен снял один из лучших своих фильмов. Я не скажу лучший. Потому что у него их много лучших. Но это Фабельман, и это просто именинное сердце. Этот фильм омаж ему, его жизни, его ценностям. И выходит эта клоунада, и вот это все наблюдает, и он смотрит. У него, кстати, три Оскара. Все думают, что у него 200. Нет. И последний Оскар он получил в 99-м году. Стивен. То есть он не обласкан, понимаешь, Академия. Это странно реально. Он один из самых богатых людей и влиятельных. У него состояние что-то в районе 8 миллиардов. Но при этом Академия как-то его не уважает ни за деньги, ни за талант, ни за списки влиятельных. То есть у них какая-то там своя... Атмосфера. Атмосфера и конфронтация. Я когда смотрела, они часто показывали Стивена в зале, и он прямо сидел вот такой, ребят, что происходит? У него такое лицо было, понимаешь? И Остин Батлер сидел, который выложился в этой роли. Ну, ладно. Мне нечего добавить, к сожалению, моей экспертизы хватает только на то, чтобы сказать, обалдеть. Ну, ладно. Я возьмусь за вас, я буду каждую неделю списками. Присылайте. Отвечайте потом, посмотрела, перемотала или смотрела. Кино-ЕГЭ с Екатериной Мцетуридзе. Кино-ЕГЭ. Смотри, сколько идей. Нейросеть со Стасом Михайловым. Кино-ЕГЭ. Мы открываем новые каналы. Итак, любимица из нелюбимого твоего фильма Джемили Кертис. Правдивая ложь, где Джемили Кертис исполняет... Ну, это классика, они могли смотреть. Исполняет фантастический стриптиз. Номер. Танцевальный номер. Да, танцевальный номер. С эротическим по тексту. Вот это был бы номер, да. И там она, значит, демонстрирует совершенно потрясающее тело, фигуру. То есть у нее, в принципе, очень такая интересная внешность. Она не baby face, и не doll, и не куколка. Она интересная. Она интересная. Ну, такое шикарное тело. Ну, и, конечно же, фильм, который мы все обожаем, «Чубовая пятница». Это еще до наркозависимости Линдси Лохан. Да. Вот, она там просто великолепная. Если кто-то родился еще позже и не видел, посмотрите. А еще ее папа и отец Тони Кертис, выдающийся американский актер, звезда. Он играл в фильме «Джази только девушки». Кого? Который соблазнял Монро. Видишь, как все закрутилось? Тут фильм про Монро, она на церемонии. Все сходится. Отец Джебели Кертис – это Джозефина или Дафна? Вот это с контрабасом. Это Джозефина, по-моему? Да. Он такой красивый. Да. Он играл в очень многих фильмах. Он там был «Оскаровский лауреат» многократный и так далее. И вот его дочь получила Оскар. Вот и за нее я рада по-настоящему. Ну, окей, хорошо. Пусть и бифик… Из этого фильма кто-то его достоин. Хорошо. Еще одним победителем стал Брэнд Дэн Фрейзер, из-за которого мы средне рады? Нет. Чуть-чуть. Мало рады? Не рады. Хорошо, мы из-за него не рады. Никак не рады. Я нашла повод для радости другой. Брэнд Дэн Фрейзер, который много лет вылетел из обоймы и, собственно, нигде не снимался и переживал тяжелые депрессии, внутренние свои конфликты и переживания из-за развода с женой, достаточно паршиво начал выглядеть. Я прошу прощения, что я так говорю, дальше я исправлюсь. Он как-то совсем уж как-то себя запустил. И вот после съемок в фильме «Кит», где его еще дополнительно графические, дизайнерские увеличивали, он, наоборот, начал приходить в форму. И на «Оскар» он пришел, уже будучи в красивом, таком подтянутом более варианте, и посмотри со своими сыновьями. Ты видела, какие у него сыновья? Сыновья симпатичные. Обалдеть! Ну, вот какая разница, какие у него сыновья? Вы меня удивляйте. «Оскар» – это не премия благотворительного характера за то, что человек в жизни что-то добился в этом году, у психолога позанимался и выкарабкался из тяжелой, затяжной депрессии. Это же не… Причем тут «Оскар»? «Остин Батлер», если, допустим, я не знаю, какого характера… А если он сейчас так расстроится, что он больше не сыграет, скажет, да оно его, я два года снимался, я вложил душу, я сыграл Элвиса, так как никто бы не сыграл больше. А теперь он будет ходить к психологу. Конечно, не так, наверняка. Порочный круг. Да не порочный круг, это бред просто. Не бред, а бред. Не бред. Этот в детстве мечтал об «Оскаре», снялся у Спилберга, у него потом этот, значит, поправился. В отрочестве. Ну, как бы, при чем тут это? Это же не психологическая премия, там, помощь, линия спасения, там, или как это? Позвоните, мы вам поможем. Позвоните в пузе. Ну, как бы. Это правда. Я сейчас искренне говорю, я очень рада, что Брэндон Фрейзер выгоробкался, и у него будет все хорошо. Это действительно очень классно, без всякой иронии. Но при чем тут премия, и это очень плохой фильм, очень среднего режиссера. Ну, как бы, все. Я бескомпромиссно согласна. Спасибо. Это потрясающе. Я рада, что у нас такая прямолинейная, очень экспертная оценка ситуации. Единственное, что добавлю, это мой уже собственный шкурный интерес. Посмотрите просто на этих парнях. Парни красавцы. Я видела тоже эти фотографии, очень симпатичные. Брэндон Парадио. Да, и он сам обаятельный, приятный человек, и актер, он неплохой актер, в принципе. Но при чем тут Оскар? Мы не знаем, при чем тут Оскар. Кстати говоря, перейдем к музыкальному наполнению премии. У нас выступало две артистки. Риана. Одна великая певица, а другая никакая. Поэтому тут что тут скажешь? Давай, угадай, какая. Угадай, какая. Ну, Рианочка у нас хорошая. Да, да, великолепная. А леди, видимо, в леди. Она вообще была великолепная. И вот как она вышла, и эта песня. Ну, вообще все. Ну, давай, начинаем. Поехали. Спор. Через три, две. Тоже, тебе же не может нравиться леди Кага. Это же, в принципе... Знаешь, как Барабанов написал? Коммерсантин он написал. Никто сейчас, конечно, не читает, понятно, там, газеты. Я прочитала в Телеграме у него. Он написал. Она лучшая из попсовых звезд, не имеющих ни слуха, ни голоса. Типа такого плана. И мне это реально очень понравилось определение. А как же выступление ее с Тони Бенетом? Что есть заявление, что она блестящая джазовая певица, что она не может... Слушай, вот есть такая фраза, не все то золото, что подорожало. Я поняла. Что я хочу сказать? Я сейчас противоборствующий, получается, лагерь. А Риана, которая, значит, у нас вот в таком наряде пришла... Кстати, как тебе наряд, в котором она пришла? Коричневая вот эта. Ты знаешь, она вообще настолько выдающаяся певица. И у нее настолько харизма огромная. То есть, что бы она ни надела, она во всем выглядит великолепно. То есть, она больше, чем то, что на ней. Я даже, честно, не помню, вот что было. Настолько я была поглощена ей, этой песней, вот этим шармом ее. Она была на месте в нужный момент, в нужное время. Идеально просто. Я считаю, что песню про Ваканду просто полную не буду договаривать, потому что приедут из Ваканды. Опять же, знаешь, это не важно с этими вилами. Приедут люди из Ваканды. И начнут меня предъявлять. Да, даже во время объявления номинации за лучшие спецэффекты, когда вышел этот медведь на сцену. Вот этот медведь. Это что такое вообще? Это шутка юмора. Ну правда. Это что-то утренник вообще. Это что это? Ну правда. Это юмористическая стопка. Значит, мне зря вот про медведя. Я забыла про это написать. Так расстроилась. Да, они сказали, что если бы не мастера спецэффектов, то медведи в фильмах выглядели бы вот так. Хуже, чем этот медведь. Это только вот некоторые олимпийские символы. Не будем говорить какие просто. Они вообще копирайт заплатили советским детским этим. Белочкам и зайчикам. Белочкам и зайчикам. Я что хочу сказать? Я к чему это веду? Что люди ваканды настолько влиятельны, что во время объявления вот этой номинации со спецэффектами тактриса даже говорит, что аватар нарисован, а ваканда настоящая. Что там в самом-за правду. Ну что ты, не расстраивайся. Сейчас мы перестанем про это говорить. Что-то хорошее будет. Ты меня потеряла просто где-то в моменте ваканды, потому что я стала думать про аватар, и что тоже несправедливо, что вообще ему ничего не дали. Аватару не дали ничего? Совсем вообще ничего. Путь воды мимо прошел? А тебе понравился аватар? Ну опять же, но это не значит, что хотя бы за спецэффекты этот человек там пять лет это снимал. Или сколько это там. Ну слушай, это конечно поразительно. То есть Брэндон Фрейзер, который страдал, ему надо Оскар. Этот человек, который просто пять лет жизни положил на вот это все, ему значит даже просто спасибо не сказать. Они, кстати, не пришли, он не был на церемонии. Но видимо по этой причине он решил не приходить. И Том Круз не пришел. Том Круз на самом деле, он спас индустрию. Во время пандемии рухнула вообще вся история с кинопрокатом. Под свой фильм Топ Ган он придумал рекламную кампанию, что мы смотрим кино только в кинотеатрах. И под этой эгидой люди пошли в кино. Они вышли из домов, из квартиры, из своих там закоулочков и пошли в кино. Он их вытащил. Хотя бы за это. Можно было спасибо просто сказать со сцены, не дать приз, там может быть не надо было. Можно было сказать, они просто даже вообще просто его не вспомнили. На второй день, короче говоря, был дикий скандал в связи с Томом Крузом, потому что Джимми Кемелл был вынужден дать интервью, где сказал, что он обожает Круза, он ждет его у себя на передаче. Он уже не был совсем недавно. И он хочет еще раз поговорить про фильм и так далее, потому что были разговоры, что там были какие-то заготовленные шуточки в адрес Круза, что типа Джадапатта там вмешался, какие-то вот злые шутки. И якобы он не пришел. И на второй день он дал полноценное и большое интервью в Эрайте только об этом. Вау. Ну, просто представь. С ума сойти, вот это там у них, конечно, есть подковерные интриги на Оскаре, под красным ковром. А Том Круз нашелся на дне, через там несколько дней, нашелся на дне рождения 90-летия великого актера Майкла Кейна. И он сказал, вот где я был, типа. Получилось прикольно. Интересно, как Том поступил, вообще я с ним согласна. Молодец, Том, не надо. Кстати говоря, подходя к фильму Топ Ган, мы перейдем к Леди Гаге. Почему платье Версачи от Илья Версачи у Леди Гаги? Я молчу, я не хочу плохого ничего говорить. Да что ж такое? А мне нравится вот... Не, я не спорю, платье красивое, наверное, я уверена. Я просто не могу это видеть, потому что я как бы... Мне настолько это не нравится в целом. Платье, которое было на Леди Гаге во время вручения премии Оскар, за несколько дней до этого было на показе Версачи на Джиджи Хадид. Сравнивая двух артисток, Джиджи Хадид и Леди Гага в одинаковом платье, я считаю, что на Леди Гаге оно было лучше. Джиджи слишком высокое, и платье на ней выглядит подстреленным. Платье красивое, у него интересная спинка. Да, да, красиво. У него там вырез, значит, до попы с включением попы. И я считаю, что это очень-очень симпатично. Есть курьезный момент с Оскаром, с Леди Гагой, когда она совершенно... Подхватила этого... Да, подхватила фотографа. Она до этого ходила с каким-то очень-очень сильно хмурым лицом, и кто-то начал делать мемы, точнее, писать шутки о том, что сейчас тут где-то мужчина должен упасть, сейчас ее... Что типа, мол, постановка. Да, мне тоже показалось, что постановка. Чтобы показать. Потому что она уже прошла, а потом развернулась. Она же не могла видеть спины мозгом, как говорят. Что она вот как-то вот пошла, значит, на такую демонстрацию своих... Сердешность. Гуманистских, да, наклонностей. Как говорят актеры МХАТа, сердешность. А вот, сердешность вот. Ну, сердешная она. А потом она умылась. Да, и пошла петь песню из Топгана. И что? Ничего. Нет? Не екнула? Нет. Зато Макруза не радостная? Николь Кидман на красной дорожке. А мы смотрим ее. Мне она понравилась очень. Она, по-моему, великолепно выглядела. И лицо, и все. И вообще она была идеальная. Потрясающе. На мой взгляд. Ты согласна? Конечно. Наконец-то. Да. Хоть что-то в перемирии. Наконец-то лад среди подруг. Все. Николь нас помирила. Спасибо, Николь. Как она любит хлопать. Не-не-не. Ты видела, как аплодирует Николь Кидман? Да. Детективы позавчерашних новостей поняли, почему. Знаешь, что? Нет. Кольца дорогие, не царапать. Которые дают, значит, обвес, чтобы выгулить. И она поэтому аплодирует вот так. Какая молодец. Какая. Запомните, записала. Сердечная она тоже. Николь Кидман такое чувство, что похорошела невероятно и сдула все филеры из лица. Да. Великолепная. Просто вообще нет вопросов к ней. Она идеально выглядела. Белые волосы, и лицо, и мейка, и все. Ой. И это платье, оно прямо идеально. Когда я вырасту, я буду как она. Чур, можно? Пожалуйста. Чур, я. Мне очень не понравился наряд Холли Берри. А в чем она была? Это было белое платье чрезмерной длины. И знаешь, в фильме «Служебный роман» «Жутких розочках». Да. Это прям... Но при этом многие включили, по-моему, как раз в «Анити Фейр» или так далее. Там читала некоторые десятки. Они ее включили в лучшие. Я даже удивилась. Мне тоже очень не понравилось. Они что, с ума сошли? Все хорошо, она выглядит великолепно. Смотрим подборочку худших. Ну, у нас тут, как всегда, Флоренс Пью. Ну, вот это платье тоже ужасно, на мой взгляд. Я не помню, кто это. А мне кажется, это Маскино, судя по всему. Я вообще поражаюсь, как существует бренд Маскино под руководством Джереми Скотта. Это какой-то вообще фестиваль безумия. Вот этот показ, где они арфа, подсвечник. Чепите у кролика. Да. Где она чашка, где она тумба. Ну, вот, Алиса. А что ты тумбу не надела, милая? Да. Не надо. Дальше. Ну, Сальмочка, понятно, это вообще какая-то непонятная ситуация. Это работница ресепшена. Платье такое. Или помощница Факира. Ну, что-то мистическое. Ей бы карты Таро еще в руки, и мы бы сразу ее узнали. Ой, это какая-то вот неразбериха тут тоже. Асимметрия. Деконструктированное платье. Я не могу сказать, что это ужасно, но я не могу сказать, что это прекрасно. А, тут еще белая часть. Видишь, это ваш выбор. Кстати говоря, хочется заметить, что да, мы сегодня принудили Катю переодеться в свое. Это у нас VivaVox. Спасибо, Миша и Китти. Ну, и вот какая-то тоже неразбериха. Тут, значит, у нас какие-то надписи. Это платье СМС-ка. Платье СМС-ка. Ну, с другой стороны, удобно для рекламной интеграции. Слушай, там у нее реально написано «Самокат, лучшие свежие продукты». Да. В любое время. В Дорогомиловске. Третий корнер справа от угла. Ну что ж, мы более-менее разобрались с дороженькой нашей. Автопати Оскара. Это вечеринка Вентифейр. А скажи мне, может быть, ты в курсе, а что у Бейонсе есть еще отдельная вечеринка автопати Оскара? Или это вместе с Вентифейр? Ты знаешь, как происходит, когда заканчивается церемония, и даже во время церемонии уже идет несколько вечеринок. Там не то, что две, там 12-13 мероприятий параллельно проходят студийных. То есть там Warner Brothers проставляются, там Sony, тот, кто выигрывает. Естественно, я думаю, что A24, которые сняли все везде и сразу, я думаю, у них была вечеринка, я даже не сомневаюсь. И это в основном происходит на разных этажах разных там двух-трех отелей и в одних и тех же примерно локациях. И все бегают вот так с вечеринки на вечеринку. В 9 утра половина Оскаров потеряна, ходят люди, их находят. Да ты что? Да, я пару раз была в Тапкофсан, когда их передают там и так далее. Но и на каждом кинофестивале так же, когда уже все закончилось, ты выдохнул. Мы так потеряли, собственно, приз и нашли приз тоже один раз. Не буду говорить, чей, кто. Я сейчас чуть было не сказала, потом вспомнила эфир. Но нам нашел и принес приз. Я могу сказать, Майкл Фассбендер нашел на один раз наш приз и принес ему и сказал, так это же вы были с этим призом, это ваш приз. Я сказала, а, да, наш приз забрал. Вот это уровень, браво, браво маэстро в очередной раз. Это в Венеции было действие, происходило. Веточки, гадские. Короче, теряли ветки, поняла. Хочу сразу же сказать гадости про Бейонсе и ее совершенно ужасный наряд. Это где она такая? Это она на своей вечеринке? Это она на своей вечеринке. Я бы не видела, видишь, я пропустила. Вот такие у нее залепленные груди. Да. Вот такой у нее совершенно сумасшедший корсетик. Я нашла фото боком сейчас. Но мне кажется, что у нее все очень неудачные были, ужасно, да. Это очень вульгарно, по-моему. Это очень вульгарно. Я считаю, что наша дорогая Queen Bee. А ты видела, какая была шер? Я выложила перед Оскаром как раз нюд платье, потому что сейчас говорят, что вот такая мода пошла, все оголили попы, да? Я показала шер, там, начиная с 67-го года. Кстати говоря, это правда, какие аутфиты, какие образы были у шер во все времена. Он просто лучше, я считаю. Не всегда, но много было очень крутого у нее. Даже по большому счету Ким Кардашьян во многом обязана своим стилем именно шер. Она это повторяла, по-моему. Да, ходила в таком платье на Мэтт Галлошку. Ну, на самом деле, на шер мне нравится больше. Нет, ну, шер великая личность. Когда личность, она великая певица, композитор, она, когда что-то носит, да, это на ней играет вдвойне, в 10 раз больше. Когда пустота надевает красивое платье, оно все равно пустота, ну, в красивом или в некрасивом платье. Поэтому сравнивать, там, Кардашьян и шер, это вообще невозможно. Ну, спасибо большое. Я тогда поняла, что Бейонсе в своем золотом платье принимала гостей в одной части. А мы, конечно, с собой одеты очень плотно. Надо было, конечно, поголее добыть. Поголее все были на Вентефейр. Сейчас мы картинками разбавим. Первая, как мы увидим, переодевшуюся Кару Дель Винь. И тоже удачно, мне кажется, и то, и то хорошо. Платье некое Дель Корр, а мне, знаешь, это что напомнило? Мне нравится. Опять же, твою нелюбимую Ким во платье устрицы от Александра Макуина. Один в один, вот тут вот два, смотрите. Ну, не помню, я, правда, об этом. Но мне здесь нравится, все нравится, и она мне нравится. И она и актриса хорошая, и она личность, то есть такой персоналити. Ой, недавно у личности, такой личности, как Кара, была там какая-то тоже очередная неразбериха. Слово этого выпуска неразбериха. Мало тоже, я за ней слежу, но она сказала, что она справилась, я читала ее интервью, и какая она глубокая, тонкая девочка, мне нравится. Совершенно жуткий еще один выход. Еще хуже, чем была на церемонии, опять же, что с ними не так. Анна де Армос в витраже. Да, из подземного перехода, любого можно купить вот такое. Муранское стекло. Подземка между Бурана и Мурана. Ну, королева. Ну, она клевая, поэтому что на ней, это уже не важно. Она настолько юмористически подходит ко всем своим вещам. К вопросу, вот что она, помнишь, сказала на Золотом глобусе, когда в своей речи она говорила о том, что она много-много лет ждала вот этого часа триумфа. И это было трогательно, по-настоящему. Все действительно прослезились. В отличие от речи... Гражданина из... А я вообще хочу дать кусочек этой речи, я вам буду ее переводить. Она говорила, что она много лет живет на голливудских холмах, и ее никогда не приглашали ни в какие-то гости. А теперь вы все сразу хотят ее везде. И она сказала, что я не уверена, что это долго будет поможет такое. Ой, в общем, мы за нашу девочку топовую, любимую будем очень сильно держать кулачки. Да, пусть я приглашу это дальше. Хантер Шаффер в платье эндемельмейстер. Я, поскольку люблю все нюц, и мне вообще, я люблю, когда вот это элегантный нюц, это элегантный нюц, безусловно, она как статуэтка просто. Это платье только что с показа нового эндемельмейстера. А в нем было 36 выходов. Это равно числу писем, написанных эндемельмейстер вот таким же, вот, собственно, пером. Это что? Поэтому такой вот у нас... А, это перо, я не знала. Это перо, которым были написаны писем. Я просто, да, очень красиво. Я прямо считаю, что изумительно. Ну, еще, естественно, фигура, грудь. Все вместе, и цвет очень красивый. Джиджичка. Я считаю, что Джиджичка выглядит просто на миллион долларов. Да, да, красиво очень, это же, да. Она тонкая, звонкая, высокая. Мне тоже она больше нравится из сестер. Ну, из двух. Ну, давай мы не будем их сталкивать лбами. Кто больше не смотрит сейчас? Да. Начинается. Не слушай. Ой, не надо, не слушай. Я считаю, что она, конечно, как статуэтка тут выглядит. Да, согласна. Это очень красиво. Лора Дерн. Ну, нет, Лора никогда не отличалась вкусом, но при этом я ее обожаю, потому что она мощнейшая актриса, характерная, интересная красотка. В чем проблема? И любимица Линча. Это замечательные черты. Ну, нет у нее вкуса. А Лора всегда одета, черти че. Ну, нет вкуса, нету стилиста, ну, как бы так, не парится. Согласны. Кайки. Ну, а по-прежнему мои любимчики, мне оба нравятся. И Кая, и Остин. И это, собственно, мне весь показ Сен-Лоран мужской очень понравился. Это оттуда же, да, правильно я понимаю? Из последнего показа на темнокожих моделях это было тоже великолепно. Вообще, считаю, мужское Сен-Лоран. Хорошо. Это просто лучшее, что было за все в это последнее время. Я, конечно, не все смотрю, как вы там. Я показательный. Походил он сильно даже. Конечно, понимаешь, у него номинации, у него там сколько было, все эти премии, гильдии актеров, продюсеров, режиссеров, везде, они же везде занимались этим всем, ходили, встречались, там, эти приемы и все это. Это огромный стресс на самом деле. Мне надо такое, чтобы я похудела. Мне надо отправить фильм какой-то, а потом отправить на встречу с гильдии актеров. Может быть, я наконец уже начну снимать. А Брэд Питт придет, Катя? Слушай, ну, чтобы Брэд Питт я сняла. Для начала мне надо разогреться хотя бы на Александре Петрове, не знаю, на ком-то с тобой. Но мы до гильдии актеров доедем потом? Знаешь, не будем такие цели ставить, да, чтобы хорошее кино и вот нашим друзьям понравилось, знаешь, кого мы любим. А дальше и гильдия актеров потянется. А как известно, Брэд Питт наш друг, поэтому едем дальше, Карди, Би. Как говорил Сократ, но истина дороже, поэтому не будем фамильярничать. Ладно, все, я пытаюсь подмазаться к этой дружбе с Брэдом Питтом, у меня все никак не получается. Мы с этим знакомы, знакомы. Если мы будем сидеть на плохих местах на Ускоре, у нас пересадят вперед, конечно. Мы настолько знакомы. Девочки он скажет, давайте, это вы, знаешь, тут... Мы так знакомы. Ну, я не знаю, ты будешь в свободные места. А у тебя есть его телеграм? Телефон у меня есть. Да, у него есть телеграм, ты не знаешь? Телефон есть. У нас есть телефон, Брэд Питт. Звоним? Ты что, шутишь? Не надо. Я украду от телефона, че-то. Там уже... Руслан. Руслан уже, смотрю, подбирает. Он уже по аирдропу пересылает нам номера Брэда Питта, и я буду сегодня звонить ему, и тяжело дышать. Это будет, на самом деле, самая популярная часть передачи. Скажи, там понтовались, назвала весь свой телефонную книжку, а давай-ка это проверим. А знаешь, у него как телефон, ты не можешь ему сразу позвонить. Такая звонишь, например, тебе отвечает некий голос, типа как автоответчик, и говорит, представьтесь... Джили на Джили отвечает, говорит ему, нет! Примерно так. И знаешь, как он тебе там голос говорит мужской, что типа, пожалуйста, представьтесь и скажите цель вашего звонка. И ты говоришь, типа, я такая, там мне нужно то-то, например, там пересесть на Оскаре, наряд ближе к сцене. И он тебе либо перезванивает, либо нет, либо перезванивает его помощник. В данном случае перезванил помощник и сказал, что да-да-да, мы все это, да-да-да, по вопросу, которая звонила. То есть, получается, он как Алиса. Алиса. У него есть, у него в предманнике сидит Алиса. Брэд. Ну, это его личный номер, если ты отправишь SMS, он почитает SMS сюда. Боже, Катя, ты что со мной делаешь? Ты не видишь, я уже сейчас это... А ты тоже, да, твой любимый актер. Мой любимый актер один из точно. Да, и мой. А второй Джарет Лето как-то понимает. Как говорится, это яичница и божий дар. Ну что, возьми, боже, что нам не гоже. Тоже так же. Так, подожди, давай уже быстренько добежим до финала. А Джулия Гарнер в платье оф вайт, вот этим кругом, с рулем. Ходит, ходит там, как хочет. Платье-руль, платье-ободок. Что она, что платье? Ладно. Страшненько. Голенькая, роташковская. Мне понравилось, мне очень нравится и сама, и платье. Вот, а у нас тут опять же раскол, сами подруг. Расходимся? Противно это платье? Ну, мне не платье. Она? Я ее не знаю, вот, мне она просто нравится, что красивая. Каждый раз, когда мы говорим о нашей Эмиле Роташковской в наших новостях, это нужно только для того, чтобы показать мою с ней фотографию. В общем, мы все сделали, едем дальше. А, ну все. То есть я хорошо все сказала? Ты умница, Катя? Слава богу, где-то совпали. Ты уже на этапе Брэда Питта выиграла шоу. В принципе, да, можно было на этом закончить. Так, Дженнифер Гарнер в платье хорошем, но скучном. Платье неплохое, но не сюда. Лучше не скажешь, хорошо, но скучно. Дальше. Эта русалочка переоделась в платье в морской волны формы. Муфли только какие-то странные, нет? Ну, они в тон, видимо, но тоже голд. Ну, может, было более открытые какие-то, на мой взгляд. А мне кажется, повыше каблучок. Ну, правда, не противное платье такое. И девчонка хорошая. Очень вкусненькая такая она такая. Жанель Мане в очень красиво. Прямо красиво, я ее включила, да, тоже вот в наряде. Вот, это же платье с черной кровью, платье русалочки. Или нефтью. Богато, короче. Сразу видно, что вещь хорошая. Да, молодец, платье очень красивое. Выделим общий тренд. Очень модно и очень интересно все подчеркивали линию груди. Пёрышком ли, розами ли, коалами от Лаэвы ли. Какими-то, значит, голыми, как в случае Эмили Роташковски, косами. В общем, выделять зону. В общем, я всю песню вспомнила. Это коралами, таралами. Как это? Это бометроли? Да, да. Мы по авторским правам не можем даже петь песню. Хотя было бы красиво, чтобы у вас музыка шла фоном. У нас есть. И было бы весело. Это дорого. Значит, Наоми Кэмпбелл в проколотых сосках была. Я ее вообще в целом люблю, поэтому ничего не могу сказать плохого. Платье коалы. Да. Была. Кошмар. Как ни странно, в красивом Кайли Дженнер. Да. Мне кажется, платье красиво. Из этих всех сестер, она самая симпатичная, на мой взгляд. А по мне кэндл. Ну, я таких не разбираю. Ну, в общем, никому все хорошо. Но платье плохое. Нет, вот это мне та больше нравится. Дальше. Хайди Клумбер, русалочьем наряде тоже. Нет, это, по-моему, ужасно. Хайди что-то нравится? Нет, это психиатрия. Она прям что-то... Да. Нет, сразу нет. Очень странно. Дальше. Жан, дотестовали. Это у нас платье. Нет, я думаю, нет. Ну, я вообще Валли люблю, но это нет. Это его, кстати говоря, фирменная фишка перед платьем был короче, а шлейф был длиннее. Часто бывает. Открывает ножки, да. И я думаю, они пытались добиться какого-то рокерского эффекта. Вот она вся в татуировках такая вся. Но этого эффекта не случилось. И совершенно гадкая татуировка вот это. Да. Во мне Краснодар заговорила, что гадкая татуировка. И Донателлочка. О, смотри, вы сегодня в одинаковом. Да. Ну, кстати, неплохо Донателла. Тоже сдулась не такая вот, как раньше. Какая прелесть, что сейчас... Даже меня нарядили как Донателлу, спасибо. Миша, Китти, Донателла. Лучше бы нужно было еще как Круэллу-де-Вилл надеть. Ну, в принципе, тоже черно-белая. Ну, послушай, мы старались как-то придать тебе какого-то монохома. Мне нравится, мне все нравится. Так, ну что же, можно сказать, мы прошлись по вечеринке, мы прошлись по хайлайтам. Мы даже немного поговорили о кино, мы до сих пор не знаем номер Брэда Питта. В общем, это вы не знаете, я-то знаю. Вот, я-то... Когда говорим, мы, надо вы, это, все-таки... Мы, 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 вся наша кисточка ликтик. У тебя есть, у тебя есть, детка уже, считай. Ну, в общем, как говорится, знаешь, совершенства в мире нет. А вот ты вот позвони, что ему скажешь, мне интересно. Ты расскажи, это пранк. У тебя, знаешь, как это, да, такая хихи-хи вот эта. Мне надо сформулировать, что ты хочешь, ты предложи ему что-то. Дорогой Брэд Питт. У меня есть идея. Я, мне есть идея. Я Маша. Я прекрасная вам подруга. У меня длинные ноги. Я считаю, мы с вами должны пойти в кафе. У меня есть передача, я хочу вас увидеть на этой передаче. Не надо, я хочу вас увидеть. На моем шоу. Послушай, хватит... У нас чего-то начинать. Я не могу даже проектировать эту ситуацию, потому что у меня испарено, да, в том месте. А все, в итоге, кто могут, они в итоге вот стесняются, а кто не может, в итоге добиваются у Брэда Питта. Так я не могу как раз. Ножки поставили, ручки сложили. Ой, я так вообще, я получила такое удовольствие колоссальное, Катя. Это просто прелесть какая-то. Во-первых, вот не заклятые подруги, а лучше. Поцеловались раз. Я тебя очень люблю и с удовольствием за тобой вообще наблюдаю. Ой, это так приятно. Вообще, я в восторге от нашего выпуска. Я считаю, что мы должны будем повторять такие вылазки. С удовольствием. Мне на самом деле тоже понравилось. И всем ребятам твоим спасибо, твоей команде, они просто вот... Я считаю, что ребята, которые хотят Keep in Touch с Катей, вы должны подписаться на телеграм-канал, в котором... Ну, это по желанию. Пусть они с нами будут этот эфир смотреть и тебе делать хорошее количество просмотров. Класс. Ты не тот человек, который считает, ой, меня сегодня посмотрели столько-столько, и слава богу, но лишним не будет. Соглполн. Итак, давай наше финальное слово относительно Оскара. Все равно это большой праздник кино, настоящий праздник кино, и, конечно, они лыжанулись некоторыми номинациями, но в целом было ощущение праздника, в зале сидели выдающиеся кинематографисты, индустрия в потрясающей форме. Даже те фильмы, которые они не включили в номинации, они же есть, и они будут идти, идти, идти. Например, они не включили решение уйти в волшебное кино, которое я хочу, чтобы все твои поклонники, твои зрители посмотрели. Это совершенно выдающийся фильм, мелодрама всех времен. И все равно это было большое событие, по которому мы говорили с иронией, но с большой любовью. И спасибо тебе, что ты находишь возможность так легко скользить по таким сложным материям, как искусство, стиль, жизнь. Молодец. Ой, ребята, у тебя получается. Спасибо большое нашей соведущей. Прекрасная, бекрасивая, интеллигентная, воспитанная, очаровательная, обаятельная Катя Мцатуридзе. Большу спасибо. Сама такая. Люблю и не расходимся, короче. Да? И пинтач, ребят, это позавчерашние новости, специальный выпуск про Оскар 2023 с Катериной Мцатуридзе. Браво, спасибо. Вам спасибо всем.